Пересчитать всех бездомных собак в городе. Такое предложение сегодня озвучили депутаты Гурсовета. Они считают, что это поможет эффективнее решить вопрос с безнадзорными животными. Ведь таким образом удастся сравнить между собой несколько показателей. Например, общее число животных на улицах с количеством отловленных в год собак. Все подробности в сюжете далее. Это, простите, лодка с дырками в дне и вычерпывание баночкой этой воды. Обсуждение бездомных собак всегда вызывает бурную дискуссию. Не обошлось без этого иных заседаний городского совета. Там сегодня подводили итоги года и решали, как жить дальше. Сейчас город занимается только отловом и содержанием агрессивных псов. И на это с каждым годом надо все больше денег. При рассмотрении бюджета парламентарии это учтут. 26 миллионов – это все-таки не предел. Я думаю, что и дальше будем работать в этом направлении. И вот миллион рублей у нас на стерилизацию появился. Что касается предложений на следующий год, власти хотят проводить дополнительные проверки зоозащитников, которые забирают собак из приютов, а также пересчитать всех бездомных псов в городе. Правда, кто всем этим будет заниматься и сколько будет потрачено денег, пока неизвестно. На мой взгляд, мониторинг этот надо проводить, надо понимать, куда мы идем. И 2400 отловленных животных в год, много это или мало, надо поставить с теми цифрами, с общим количеством животных. Палки в колеса вставляет и федеральное законодательство о том, что оно, мягко говоря, несовершенно, знают все. Как его поменять в лучшую сторону тоже уже обсуждали и не раз. Надо ввести понятие немотивированной агрессии, заставить людей регистрировать всех домашних питомцев и дать частным ветклиникам субсидии на массовую стерилизацию и кастрацию. Однако с мертвой точки дело не сдвигается и федеральный закон не меняется. Федеральный центр нас, простите, не снабдил. Это не копейка и денег по этому федеральному закону. Все полномочия переданы на уровень регионов и только регионы дают деньги на это. У регионов денег на собак нет. Еще одна острая проблема – нападение собак на людей. И хоть по статистике их в этом году стало на 40% меньше, но громких случаев по-прежнему хватает. Например, в октябре стоя собак едва не растерзала девочку на улице Глинки. И сейчас краевая прокуратура подала иск в суд с требованием взыскать с управления дорог и благоустройства 100 тысяч рублей. Виктор Бородин, Илья Сенкевич, 7 канал.